Всем привет, дорогие наши зрители и судьи! Ведь это программа, в которой мы почти ничего не решаем. Результат в придуманном нами первом в истории футбольном YouTube-симуляторе определяете вы зрителей. Мы же лишь представляем себя тренерами и управляем лучшими поколениями сборных в 21 веке. Выбираем состав на игру и схему, а после ждем вашего вердикта. И мне он пока не нравится, потому что в третьем выпуске я снова проиграл. Хотя это и было ожидаемо. Но все же попасть на ту Испанию, что выигрывала три турнира подряд, никому не пожелаешь. Ладно, Вассент, ну не расстраивайся. Сегодня тебе должно повезти, потому что сегодня ты стянешься с корзиной сейных, и по идее сборная должна быть сильнее. Вот ты каркаешь, да, опять? Эх ты, эх, не стыдно, а? Не сработает, думаешь, да? Не стыдно, а? Ну, посмотрим. А от 16 самых крутых поколений сборных в 21 веке уже осталось 13. Напомню, в одну корзину разместили команды, которые были чемпионами мира и Европы, а во вторую сборные с суперсоставами, которые были близки к трофею, но так ничего значимого не выиграли. В четвертьфинал уже прошла Франция и начало века, Нидерланды того же периода, и вот теперь Испания. Пришло время новой жеребьевки. Но перед этим напомню, что сегодня и завтра пройдут ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Например, Динамо Тифф, Фенербахче и Олимпиакос Маккаби Хайфа. Дать свой прогноз на игры отбора вы можете на сайте и в приложении Фонбет. Посылайте внизу всем бонус при регистрации в мобильном приложении с промокодом Мяч. А мы начинаем. Ну, заказывай, Саша. Кого? Ну, учитывая, что ты в майке Порше, то должна быть сборная Германии у тебя. Германия? Но я не хочу. Не надо бросать в Германию. Нахрен. Просто не нахрен. Я думаю, что это будет, это будет. Опять Италия. Италия. Да что ж такое-то, а? Это мне за прошлый год. То, чтобы я их не брал и верил в них, вот они два раза достались, понимаешь? Ну, это Италия лучше, чем Италия 2020 года. А я вот здесь, но это-то ничего не выиграло. В смысле, чемпионат мира она выиграла? А, подожди. Видишь, как я не люблю Италию? Видишь, я даже не помню, что они выиграли чемпионат мира, а? Какой кошмар. Ну, тогда все, держись. Один из баллов сразу мне. Ты мне отдал этот балл, считай. Так. Ой, две бумажки. Молодец. Какую-какую взять? Правую. Ладно, правую. Аргентина, смесь. У вас там будет хичить. Интересно, интересно. Кстати, я не знаю, кто из этих команд сильнее. Прям реально не знаю. Финалист. Финалист. И дважды финалист Кубка Америки. Чемпион мира. И полуфиналист Евро. И чемпион мира. Пойдемте рассмотрим подробнее команду. Это поколение сборной Италии тренировали и готовили к триумфу на чемпионате мира 2006 три великих итальянских футбольных деятеля. Дино Цзофф, Джованни Тропотони и Марчелло Липпи. А еще в составе той сквадра Адзуры были очень умные футболисты в каждой линии, за счет чего команда показывала тактически грамотный футбол. Не зря каждый второй игрок из той сборной в наши дни либо тренирует, либо занимает большую должность в клубе. Аргентина 14-16 – одна из самых сильных сборных Южной Америки в 21 веке. Эту команду построили два наставника – Алехандро Сабелья и Херардо Мартино. Первый создал в коллективе отличную атмосферу и вывел Аргентину в ее первый за 24 года финал Мундиаля. А второй дважды подряд добрался с Аргентины до финала Кубка Америки и играл в футбол, основанный на качествах звездных игроков. Благо, их в той команде было предостаточно. Друзья, думаю, у кого-то могут и слезы ностальгии пойти, пока я буду рассказывать вам о людях, игравших в то время за Италию. Вот в воротах сначала был Франческо Тольдо, проведший турнир мечты на Евро-2000 и круто игравший на ленточке. Ну а потом его заменил Джан-Луиджи Буфон, переживавший тогда свой рассвет и ставший по итогу одним из лучших вратарей в истории футбола. А основным кипером Аргентины тогда был Серхио Ромеро. Да, на клубном уровне он славы не снискал, зато за сборную играл классно. Посмотрите на эту стату. Почти каждый второй матч Серхио заканчивал в сухую. А еще Ромеро – рекордсмен по количеству игр за Аргентину среди голтиперов. В общем, настоящая легенда национальной команды. В защите у меня одни легенды, причем зачастую по две на одну позицию. Начнем с левого фланга. Пауло Мальдини – человек, за которого говорят просто его имя и фамилия. И Фабио Гроссо – герой победного чемпионата мира 2006 года. Справа – легенда Рома Кристиан Пануччи, поигравший еще за Милан и Реал. Универсальный Джан-Лука Дзамбротто, который выходил на левом фланге после ухода Мальдини и до появления Гросса. И часто вызывавшийся при Липе Кристиан Заккардо. Ну а теперь внимание! Центральные защитники. Фабио Коноваро, Алессандро Несто, Марко Матераци и Андреа Барцалье. Ну, тут крутых защитников минимум на две команды. И на все схемы, которые только есть в футболе в принципе. В центре обороны на Мундиале и Кубке Америки 2015 играл Эзекель Гарай. Тогда он выступал за Зенит, где был настолько хорош, что многие его называли лучшим легионером РПЛ. Вместе с ним выходил то легендарный ветеран Мартин Демичелес, то Федерико Фернандо, сыгравший в тот период за Наполи и Свонси. А вот уже после Мундиаля в Бразилии место в основе застолбил Николас Атаменди. Тогда один из лучших центр-дефов Ла Лиги, уехавший из Валенсии в Мансити. Теперь к флангам. Левый за собой закрепил Маркос Роха, пожалуй, самый безальтернативный игрок в той сборной. На АЧМ 2014 стал единственным аргентинцем, попавшим в команду турнира, основанную на статистических данных. Правую бровку бороздил Пабло Сабалетто, жесткий и неуступчивый защитник, настоящий боец. Помните, как он доигрывал полуфинал Мундиале против Нидерландов с разорванной губой? А на Кубке Америки 2016 Сабалетто качественно заменил Габриэль Меркадо. Одной из самых сильных сторон той Аргентины была крепкая оборона. В указанный нами период за 19 матчей на крупных турнирах команда пропустила лишь 9 голов. Секрет был не столько в тактике, сколько в дисциплине и самоотдаче. Сильнее всего это проявилось на чемпионате мира в Бразилии, где в плей-офф Аргентина всего однажды позволила сопернику забить в свои ворота. «В день, когда мы лишимся смирения, мы заложим первый камень в основании нашей неудачи», — говорил своим игрокам Алехандро Сабелья. В той сборной каждый отложил личные амбиции и работал на благо команды, даже Месси. На Мундиале 2014 года он выдал пиковый за всю карьеру показателей в 1,6 отбора за матч. Ну а главным лицом в обороне Аргентины был, конечно же, опорник Хавьер Маскирано. На АЧМ он стал лучшим по отборам и вошел в список претендентов на звание игрока турнио. Жаль, что оборона аргентинцев все-таки дала сбой в самом конце решающей игры, когда в обертаме уставшие игроки Сабелье позволили свежему дьотсе забить единственный и победный мяч. В средней линии начнем, так сказать, со старейших людей, выступавших на Евро-2000. Антонио Конте, Димитрио Альбертини и Луиджи Дибьяджо. Кто помнит серию о конца 90-х, знает, на каком высоком уровне играли эти люди. Потом появились более молодые — Гатузо, Амбрузини, Камаранези, которого любит Саша, Томази и, конечно же, Андрея Пирло. Важную роль в той сборной играл качественный бокс-то-бокс Симона Пирота, легенда Ромы. Был еще дорогущий Стефано Фиоре, за которого Лацио, тогдашний главный мешок Европы, в 2001 заплатил космические деньги Удинезе. А еще в 2004 в национальной команде дебютировал опорник Даниэля де Росси и сразу стал основным. В общем, как вы видите, тут были игроки на любой вкус, и классические опорники, и диспетчеры, и творцы. Причем многие из главных команд серия, круто игравших тогда в Европе — Милана и Ювентуса. Интересно, что то был самый скандальный период в современной истории итальянского футбола. Начнем с Кальчополя, в котором были замешаны топ-клубы Италии — Интер, Ювентус и Милан. И, соответственно, игроки сборной. В матчах самой национальной команды тоже было много скандалов. На чемпионате мира 2002 в 1-8 против Кореи было как минимум три спорных эпизода. Пенальти ворота Буфона, несправедливая красная Тотти и незащитный гол Томази. Даже Зепп Блаттер потом называл работу лайнсмана «кошмаром». На Евро 2004 в матче с Данией в группе Тотти плюнул в Холсона и получил дисквалификацию. Позже сами датчане в последнем туре скатали ничью 2-2 со шведами, позволившую обеим скандинавским сборным выйти в плей-офф и оставить за бортом Италию. Легендарный договорняк. Ну и, конечно же, в финале Чемпионата мира 2006 случился великий футбольный момент с участием Марко Матераци, спровоцировавшего Зидана. В общем, Италия была главным ньюсмейкером и хайпогенератором того времени. На ЧМ 2014 Сабелли играл с двумя центральными полузащитниками. Первым был Хавьер Мастерано, вице-рекордсмен сборной по количеству игр и ментальный лидер команды, хотя капитанская повязка и была на руке Месси. А второй Лукас Биглия, человек, за которым, кажется, всю карьеру охотились топ-клубы, а он в итоге поиграл только за кризисный Милан. Однако игрок он реально качественный. В полузащите умел все и делал это на топовом уровне. Сменивший Сабелью после Мундиалия Херардо Мартино перешел на 4-3-3, поэтому к Мастерано и Бигли добавился Эвер Бонега. Как по мне, недооцененный игрок с супертехникой и крутым пасом. Входил в число лучших дриблеров Европы. Игровое время получал и Хавьер Пастор, и тогда он еще не забил на футбол и классно проявил себя на Копе 2015. А еще Фернандо Гага помогал на Мундиале. Николас Гайтан мог полезно выйти со скаметтии. И Агуста Фернандес из Сельты в тот период вызывался в команду. В этой линии был самый жирный кусок пирога. Сначала основными являлись Инзаги, Тотти и Дель Пьеро. Потом двое последних стали опускаться глубже. А впереди появился Кристиан в Ере. После настало время Луки Тони и Альберто Джилардино. Они играли на победном Мундиале. Вообще за этот период в сборной Италии играли 10 человек, которые становились лучшими бомбардирами серии А. И 15 нападающих, которые забили 100 и более голов в чемпионате Италии. При этом в основе не находилось места для Антонио Кассано, одного из главных молодых талантов мира в те годы, перешедшего позже в Реал. В общем, атака у итальянцев была очень солидна. Так что мне придется серьезно подумать над тем, кого поставить в основу. Главными среди нападающих были классические десятки – эталоны умирающей позиции на поле – Дель Пьеро и Тотти. Их постоянно противопоставляли друг другу и спорили, кто же лучше. В сборной они выходили вместе, но иногда кому-то приходилось и оставаться на скамейке. Чаще капитану Ювентуса, что не могло не сказаться на отношениях с Тотти. Особенно они накалились перед Евро 2004. Любимый для обоих десятый номер достался Франческо, что очень взбесило Сандро. Вдобавок тренер Тропотони открыто сказал прессе, что вся игра будет строиться вокруг Тотти. И именно он является главной звездой команды. Франческо наставника отправил на позицию десятки, а Алисандро на неудобный левый фланг. «Я не чувствую себя сменщиком Тотти. Я заслужил не меньшее уважение. Выпалил обычно корректный Дель Пьеро». Правда, после дисквалификации Тотти форвард Юве не воспользовался шансом и, вернувшись на привычную позицию, ничего не показал. У Алисандро вообще не получалось в сборной. Провальный Евро-96 и Чемпионат мира 98-го. Два нерализованных выхода в финале Чемпионата Европы-2000 против Франции. Эти моменты ему припоминали раз за разом. Однако на Мундиале 2006 года Дель Пьеро закрыл долги. Забил в полуфинале Германии и визовал после матчевой пенальти в финале. Ох, эта линия по именам была просто сумасшедшая. Стопроцентными игроками основы были тогда два человека – Месси и Демария. А остальным же приходилось бороться в условиях бешеной конкуренции. На место форварда претендовали и Гуаин и Агуэра. А Карлосу Тейвису, зажигавшему тогда в Ювентусе, зачастую приходилось оставаться в запасе. То играл, то сидел на банке футболист-пассаже Эзетель Лавесси. Еще меньше минут было у Эрика Ламеллы, Ангеле Карреа, Пауло Дибалы и Мауру Икарди. В общем, уровень атаки у той Аргентины был запредельным. За три года Аргентина уступила в трех финалах крупных турниров. Причем каждый раз не в основное время. Дико обидно. Особенно тяжело это переживал капитан и лидер Лео Месси, который мечтал о титуле со сборной и делал все возможное. На чемпионате мира в Бразилии он стал лучшим игроком. Но в финале Леонели и его партнеры Гуаин не использовали несколько моментов. Фото опустошенного взгляда Месси на упущенный трофей вошло в историю. На Кубке Америки 2015 Лео был хорош и добрался со сборной до финала. Однако там в послематчевой серии пенальти промахнулись и Гуаин, и Банега. Месси признали MVP копы, но он от награды отказался. В честь столетия Кубка Америки турнир провели уже через год, но Леонелиу это принесло новую боль. Пять голов и четыре асиста помогли Аргентине попасть в финал, но там снова чулийцы, снова одиннадцатиметровые с промахом уже самого Месси и снова обидное поражение. Лео заплакал после матча, а чуть позже объявил об уходе. Я очень старался выиграть трофей со сборной, и мне очень грустно, что у нас опять не получилось. К счастью, через пару месяцев Месси вернулся в национальную команду и через пять лет наконец-то взял с ней долгожданный титул. Мы с Васантом готовимся выставить стартовые составы, а вы, зрители, будете оценивать их силу в нашем телеграмме. Всего пять голосований. Вратарь, защитная линия, полузащита, нападение и отдельное голосование для запасных. Итак, начинаем открывать состав. В этот раз я буду первым. Саш, ну, конечно же, в моих воротах сыграет Джан-Луидж Буфон, который особенно крут был на чемпионате мира 2006 года. Он пропустил за весь турнир автогол и гол с пенальти от Зидана, и все, Саш. Он, конечно же, был признан после этого лучшим вратарем этого турнира. Джан-Луидж Буфон. Ну, я не знаю, ну, Буфон и Буфон, а у меня в воротах без альтернативность Серхио Ромеро, который за шесть лет в составе Манчестер Юнайтед смог аж семь раз на семь игр вытеснить из состава Дехиа. Не посчитай раунд, мой чё. Ну, а если серьезно, Серхио был неплохим колтипером, ну, не повезло ему в клубах, не повезло. Переходим дальше. В обороне сыграем в четыре классических защитника. Слева Павло Мальдини. В центре обороны обладатель золотого мяча 2006 года Фабио Канаваро. Рядом с ним Алессандро Несто, который был капитаном уже в 20 лет в Латсу и сразу стал капитаном в Милане. Справа сыграет Замбротто. Твой маленький шанс, твой маленький шанс, Замбротто. Человек, который играл в моей любимой команде в Барсе. Вот такая великая четверка. И, друзья, я хочу, чтобы было такое в голосовании. 100% на ноль. Пожалуйста. Здесь, я думаю, даже Саша с этим согласится. Я так реагировал. Я просто хотел, чтобы Вассанд уверенность себе приобрел, потому что у меня на флангах уже интереснее. У меня Роха и Сабалетто на флангах. Второй, кстати, в Легенда Монсити без привлечения. Даже входил в символическую сборную АПЛ один раз. Очень стабильный был, честно. А вот в центре от Аменди тоже, кстати, входил в сборную АПЛ, играя за гаража. Это главный мем вообще футбола в защите. В те годы он был хорош. Потом с приходом Гвардиолы начались проблемы. Ну и Мартин Демичелес. Это легенда, вообще легенда. Ну, кстати, поиграл тоже за Амань Сити, между прочим, в один состав Сити. Но в целом он 7 лет провел в Баварии, где был стабильный. Даже попадал в символическую сборную Бундеследии. Тогда он был действительно хорош. Мне кажется, это не суперлегенда, да. Но ребята работоспособные и свою задачу выполнявшие. В атаку подключаться не будут, но с Мисси нам это не надо. Вот главное им стеной стоять, и они будут стоять стеной. Ну что ж, та Аргентина в средней линии была достаточно цепкой и очень прагматичной. Поэтому нам нужны там собаки. Друзья мои, Дженаро Гатузо, собака того великого Милана Анчелотти. Рядом с ним Даниэля Дероси, который ворвался в сборную и сразу в 21 год уже стал капитаном. Вышел уже на поле с капитанской повязкой. А под ними волшебник-маг Андрея Пиро. А над ними волшебник-маг Александро Дель Пиро. Как же сладко он бил штрафный. Ромб, тот самый великий ромб, только не миланский, а сборная Италия. Друзья, ну по-моему все понятно, что мы будем играть как Аргентина на чемпионате мира 2014 года. То есть главное нам поставить стену, чтобы не пропустить этих ребят. И в целом у Аргентины это прекрасно получалось до выхода Гетци. Случайно в этом выстрелил. В общем, поэтому продолжаем ставить стену. Поставим двух опорников. Это Лукас Биглия и легендарный Хавьер Мастерано. Кстати, второй завоевал за карьеру 19 трофеев с Барселоной. Был незаменим и прекрасно страховал атакующих игроков. Ну а как Маска провел чемпионат мира 2014, ну наверное об этом ходят уже легенды. На таком уровне, в опорной зоне, на крупных турнирах твои опорники не играли. На таком уровне, как Мастерано. Вот это ты сейчас дал, а? Он все просто почищал, а об этом все говорили. Извини меня, Дероси того периода был не так силен, как Мастерано именно на чемпионате мира. А Пирло, а Гатузо? Пирло не опорник в целом. Гатузо я тоже не помню, чтобы такой выдавал перформанс на чемпионате мира. Давайте все скажем Саше посмотреть Милан того года и посмотреть, как играл Гатузо. Давайте ему скажем, посоветуем. Он же вспоминает, что Маскерано 19 титулов с Барселоной. Да не Милан, я говорю про сборную. Я не уверен, что на чемпионате мира он так провел, как твои крупные турниры не проводили. А как Фабио Коновару проводил турнир, чтобы выиграть золотой мяч? End of разговор. Я не уверен, что возможно получше Демичелеса, может быть чуть-чуть. Но в данном случае я говорю про опорника. И нужно сказать, что до опорника он прям хороший. И над ними, в общем, сыграет атакующий полузащитник Анфель Демария. Он будет управлять атаками команды. Это один из лучших инститентов вообще в истории. И в 2014 году он был так хорош, что обогнал Месси в голосовании на лучшего футболиста Аргентина. Вот так. Да, действительно, Демария на том чемпионате мира, мне кажется, наряду с Маскераном была очень важная фигура. Это правда. Ну что ж, переходим к моей атаке. Если вдруг штрафные не забьет Дель Пьера, их забьет Франческо Тотти. Человек, который так круто играл второго нападающего. И я думаю, мы все футбольные болельщики жалеем, что в 2004 году он не перешел в Мадридский Реал. Несмотря на какие-то космические предложения. И сделал выбор в пользу того, чтобы быть символом одной команды. А вот пару с ним сыграет хитрейший король игры на линии офсайда Пипо Инзаги. Я не знаю, что твои Димми Челес и Томенди будут делать с Инзаги. Я просто не знаю, Саш. Я не знаю, что ты будешь делать. Их будет страховать всех Мастерана. Но, ладно. Слушайте, друзья, я предлагаю забыть те три линии. И вот сделать главным упором моей сборной в целом сегодняшней игры. А так, потому что у меня здесь тяжелая артиллерия, действительно. На острие мы сыграем в два нападающих. Тут третий и шестой лучшие бомбардиры за всю историю сборной Аргентины. Серчо Гуэра и Гонсало Игуаин. Которые тогда были на пике и становились лучшими бомбардирами АПЛ и серии А. А Игуаин даже устанавливал рекорд. Ну а под ними просто семикратный обладатель золотого мяча. Лучший бомбардир в истории сборной Аргентины. Леонель Месси. Я думаю, этим все сказано. Тут без шансов. Окей, переходим к заменам. Начнем с Фабио Гросса. Героя чемпионата мира 2006 года. Его гол в ворота сборной Германии, я думаю, помнят все. И с его выходом на поле мы можем перейти на схему с тремя центральными. Мальдини, Коноваро, Несто. Просто напоминаю. Идем дальше. Антонио Конте. Человек, который в 2000 году был основным на Евро. И человек, который в нашей сборной будет, конечно, отвечать за лидерские качества, за командный дух. И за то, чтобы эта сборная даже в самые трудные моменты побеждала. Ну и третий. Кристиан Верин. Такой мощный нападающий, на фоне которых от Амендии до Мичелес. Я просто, ну, мальчики. Лебятия, не знаю, как нас. Окей, ладно. Мои замены. Если нужно будет скреть и решить за счет индивидуального мастерства, мы выпустим Карлоса Тевиса. Если нужно будет удержать счет и укрепить центр, то выпустим Эвер Банегу. Ну и если нужно будет перестроить игру на игру с одним форвардом и двумя фланговыми игроками, то выпустим Эзекеля Лавеси. Вот здесь, я, кстати, хочу сказать, я очень хотел выпустить Дебалу. Но понимаю, что в сборной Дебала был прям очень плохо. Поэтому я, как обычно, не буду хайповать и так сыграю, как честно. Да, Эзекеля Лавеси у нас на замене не Дебала. Это хитрец, конечно, хитрец. Каждый из нас все еще мечтает набрать в голосовании хоть на один балл больше, что равняется одному забитому мячу. Так что пробуем найти у соперника слабые места. Ну что, поговорим о слабых местах сборной Аргентины. Прежде всего, Саш, ну ничего ты не выиграешь, когда у тебя основной нападающий Гонсалу Игуаин. Человек в тот период был проклятием этой сборной. Что на чемпионате мира, что на Кубках Америки. Он порол момент из-за моментов. Агуэро за сборную никогда не играл решающих ролей. Месси в тот период не играл в лучший свой футбол именно за сборную. За клуб, да, но за сборную нет. О чем говорить? Эта сборная очень плохо играла решающие матчи. Что финал чемпионата мира, что два финала с Чили. Да о чем говорить, Саш. Ты можешь сколько угодно хвалить Маскерано, но та сборная Аргентины не смогла установить контрольным мячом против Чили. Как ты будешь это делать против Италии, Саш? Ну это смешно. Я думаю, что даже в истории самой сборной Аргентины это не лучшее поколение. Даже несмотря на миссию. Окей, окей. Но мне есть чем ответить, друзья. Итак, слабые места сборной Италии. Ну, их нет, что сказать. Ну, я готов придраться. Есть к чему придраться. Ну, например, я не понимаю, как будет умещаться на поле Тотти и Дель Пьеро. Потому что они обычно все-таки заменяли как-то друг друга. Нужна именно сплоченность. А тут сплоченности не будет. Аргентина много шансов это не даст. Так что уже вот одно слабое место есть. Далее. Эта Аргентина, да, она по именам слабее. Нужно это признать. Но вы же помните, что именно такая Аргентина и дошла до финала Чемпионата мира. Потому что все было на отку поддано линии нападения. А линия нападения у нас во главе с Месси и Ди Марии, ну, она точно сильнее. Абсолютно точно сильнее. А почему когда Лафа назовела на Чемпионате мира? В том и дело, сборная играла от обороны, а шансы они свои реализовывала в целом. Обычно, не считая финального матча. Где тоже было, кстати, много моментов. В общем, за счет атаки, я считаю, цельно наша команда может пройти эту вот Италию. Ну, и в полузащите за счет Мастерана и Ди Марии, думаю, мы в голосовании можем побороться. Это 100%. Ох, ребят, я вам скажу так. Если в этом голосовании пройдет Аргентина, мы заканчиваем битву состава. Я вам объявляю с полной серьезностью. Если вы дойдете до того, что эта Аргентина пройдет эту Италию, мы заканчиваем битву состава. Ну, не знаю, как ты, мне будет прикольно. Мы заканчиваем. Басант все думает, что голосует против него. Басант не против тебя голосует. Давай, давай, давай. Что ж, вы видите 11 игроков старта у каждой из команд, а также замены. Теперь все решаете вы. Внизу ссылка на наш телеграм, а там 5 голосований и 5 забитых мячей. Чьи ворота решаете вы. Друзья, я предлагаю вам вообще не обращать никакого внимания на то, что Басант вас начинает шантажировать. Ну, просто он такой эмоциональный. Ничего страшного. Ничего страшного. Давайте за Аргентину голосуйте. Будет просто супер. Внизу голосование. 3-2 победим. В нападении, в полузащите и в заменах. Там тоже можем побороться. И будет супер. Ребят, я повторяю свою фразу. Если вы сделаете так, что эта Аргентина выиграет у этой Италии, в битву составов дальше делает Саша один. В одиночку. Сам собой. Мне кажется... Спасибо за просмотр. Мне кажется, Басант делает все, чтобы выиграла Аргентина. Все же будут специально против тебя голосование. Ну, все, отлично. Отлично. Мне кажется, он минимум один мяч мне сейчас прибавил. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы смотреть, как Басан будет бомбить после этого выпуска. Ну и ждем следующую неделю. Ребят, у нас же все-таки футбольный канал, правильно? А не канал, где должен Басант бомбить. Или что? Или как дела у нас вообще, друзья? До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok